привет ребята как дела мы продолжаем проходить игру шорох страшную игру очень страшную хоррор игру до который мы один раз испугались ну как один раз два раза по моему испугались но тут атмосфера атмосфера здесь такая так да кстати отпишитесь как у вас дела в комментарии мы в прошлой серии закончили на на том что до нас там а нет на нас никто не нападал этого амнезии на нас нападали кто-то прошел в печке вот так мимо чью-то голову мы видели страшную и а да и наступил следующий день следующий день наступил а мы так и не позвонили по моему все последний мы так и не позвонили джерри 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 где у нас там ой к звоним звоним джерри надо звонить ему я не знаю позвоним нет я не надо звонить так что мы имеем на сегодняшний день кто-то сидит в той печке не в печке а там где да да где то там сидит мы просто из печки увидели это какой-то он хотел разобраться со всей этой ситуации у нас есть масло у нас есть маска на втором этаже подвале у нас кто-то ходит шарохист живет да что там у нас с барбарой кстати позвоним ей барбара в понедельник решил взять выходной то есть получается она с нами не хочет разговаривать так а у нас же какие-то ключи были до ключи были можно попробовать куда-нибудь их применить куда-нибудь попробовать ходить да у нас кстати ключи куда мы пойдем вот это вот у нас не открывалась попробуем с помощью вот этого ключа попробуем ключ не подходит а если с помощью этого а этот подошел смотрите давайте посмотрим что там сильный запах старой смазки наполнял похожий на сарай гараж изуродовали этот сарай смотри какая машина клёвая тут вилла какие-то колеса огромные стоят зачем эти колеса нужно дрова кто-то рубил голова отрубающий леса спелила и без старенький до какой-то годов так шестидесятых краска стоит у нас тут ничего такого пока что не взять ничего такого так тут у нас что еще элегантный старый автомобиль я не хотел подходить к нему очень близко так как у меня возникло странное чувство что что-то внутри собирается прыгнуть на меня вот он блин писатель да ё-моё ему ему все время что-то кажется там что-то он писал печь ему казалось пасть волка какая-то сейчас откроется его съест в комнате кто-то на него глядел откуда-то вообще он какой-то параноик если честно из всех самых разных предметов лежащих на столе только ящик с инструментами мог мне пригодится посмотрим так так что-то взяли взяли что-то сейчас почти сейчас почитаем зайдешь очень твой так больше ничего не берет так велосипед а так велосипед можно по даже покрутить его можно так о свет вырабатывает смотри а я кстати даже не заметил сразу 30 ты не сказал да у динамка там что а динамка стоит то есть что такое динамка не знаю это такая штука которая подключается к лампочке и при езде она вырабатывает какой-то ток там что-то такое старое такое придумано восьмидесятых годах динамки 90-х 90-х я наверно еще маленький совсем не знаю что это такое так капот машины зачем мы сюда и нам не надо я зачем-то пошла сюда так мы имеем мы имеем плоскогубцы обычные ржавые плоскогубцы и и отвертка конечно же простая обычная отвертка конечно пригодится такие вещи мой могут пригодиться вообще по сути дела там куда мы так что там у нас такой горит что делал непонятно и вообще мне музыка тут вообще никак не нравится она очень устрашающий так молоток молоток отвертка мы же теперь можем на улице ходить значит мы можем попробовать с помощью отвертки с помощью плоскогубцев или плоскогубцев да вот смотри тут какой-то это тоже здание как ты его так быстро нашло дверь оранжереи это бесполезно ржавчина не позволит открыть дверь ржавчина попробуем маслом я налил немного масла на петли и надеялся что это поможет справиться с ржавчиной так мы нашли какую-то теплицу заходим в нее густой туман ударил мне в глаза когда я вошел в пустынную оранжерею и повсюду в воздухе стоял запах высохших растений и пыли несколько горшков валялись там и тут нет в некоторых были чахлые растения засохшие один горшок разбился рассыпав все содержимое по бетонному полу сам что ли нет с писателем романов ужасов конечно ходить огромный горшок с кустом упал переградив дренажную канавку с писателем пишущим романы ужасов вообще страшно играть потому что страшно ходить где-либо несколько горшков валялись там и тут в некоторых были чахлые растения а мы это уже читали куда-то растение так куда-то шо огромное мертвое дерево стоял в центре анжереи зачем она тут стояла так память вода не течет впрочем как во всем доме с писателем романов ужасов блин да что мне не дают не вечно перебивают верхний ярус выглядел более живым чем нижний из-за нескольких растений которые как-то умудрились здесь выжить успела прочитать а вот сказать вам не успела страшно очень ходить с писателем романов потому что ему все время видится все время видится ему какие-то страшные вещи во всем большой мешок земли лежал на столе один мешок был порван а земля рассыпана по всему столу лейка не представляла для меня интереса так как у меня не было намерения пытаться оживить какой-либо из этих растений это старый опрыскиватель растение на столе было странно привлекательным смотри она кстати цветет да все все растения отщипнем а нет не принесло пользы тут у нас что так так 7 февраля я решил побольше а я решил побольше я решил больше не ходить в оранжерею ибо это приносит мне одни страдания все мои усилия спасти растения пошли на смарку я просто не могу определить что же с ними все таки произошло прошло несколько недель с тех пор как они начали чахнуть умирать без какой-либо видимой причины некоторые из них просто рассыпаются от малейшего от малейшего прикосновения это не только сильно раз расстраивает это еще и пугает каждый раз как я захожу туда я чувствую дыхание смерти и отчаяния больше всего я сожалею по поводу того редкого растения что я привез из южной африки сейчас она в плачевном состоянии практически иссохла я возьму его к себе наверх и поставлю у себя в комнате в надежде что там ему достанется больше солнечного света если конечно все что здесь происходит имеет естественное природное объяснение смерть окружу окружает это место и я несомненно на все мои старания ничего не могу с этим поделать я не могу из исправить избавиться от мысли о том что все началось с тех пор как я привез сюда я подозреваю нет я должен выбросить эти мысли из головы мне нужно прекратить читать все эти мрачные книги от них у меня пробегает мороз по коже что-то он не договорил в своем письме так вот 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 мы взяли взяли ножницы ножницы для ухода за растениями вот я взял несколько листьев с собой да как я и ожидала ну-ка посмотрим о какие с ягодками даже я сорвал несколько листьев и плодов с того странного африканского растения от них исходил удивительный запах на какой-то на клюкву данное на похоже на все подряд на ягоды на какие-то просто похоже на так давайте еще походим по верху что он здесь несколько горшков валялись там и тут в некоторых были чахлы так огромный шланг лежал на проходе что а в огромном цветочном горшке была лопата но она застряла в земле а вот и наша загадка лопата застряла что можно ее как-то выкопать ножом например нет я могу пораниться отвертки это не принесло пользы крышкой может копать и не знаю крышкой может действительно поковыряет так нет не надо чтобы она вот так засветила это было бессмысленно ни в чем смысл он не видит а может постучать она земля разрыхлится это было бессмысленно маслом смазать а что это надо было смазать попробуй так это у нас забыла как называть отвертка это нет это это у ровчик в общем шланг и лопата шланг и лопата мертвое дерево огромное мертвое дерево так шланг и лопата не зря же шланг у нас лежит там рядом с лопатой непонятно что там дело шла шланг давайте походим еще мы ждут еще не ходили и где вот куда можно будет туда и пойду так 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 сюда вот сюда пойдешь сюда не пойдут так а вот сюда пойдет опять в оранжерей так а тут так этому куда забрели какие-то деревья нету действительно какое-то место странное очень какое-то не вызывает никакого доверие леса леса нет очень тут страшно темно ветер дует такой так и у основания склонившегося дерева был небольшой прудик и что на окупаться прудик был да у нас прудик есть он там что-то смотри прям как пещера да какая-то там оранжерея значит нам надо выйти значит тут у нас два хода оранжерея рядом с прудиком вот сюда можно пройти почва в этой части сада была совсем безжизненный печально ух ты отличная церковь да обалдеть персональная массивные двухстворчатые двери ведущие внутрь часовни были заперты это часовня оказывается золотой ключ кривой ключ не подходит ключ не подходит а этот ключ не подходит может отверткой это не принесло пользы а что тогда как нам открыть как ты думаешь есть те остальные ключи а вот этот ключ не подходит а вот этот ключ не подходит столько ключей я даже не знаю дверной ключ голубого цвета а это вот ключ от дома какой золотой такой весь муж здесь ключ спрятанный да кстати обычно под ковриком где-нибудь вот тут наверху тут наверно не дотянется какой-то да тоже лампы какие-то висят старинные все такое старинное нет персональная часовня это конечно очень хорошо это действительно люди очень богатые были просто которые смогли себе это все позволить они действительно у них были деньги могли позволить себе все больше тут вроде никуда не пройти вот он как у нас сбоку выглядит дом такой мрачноватенький весь какой-то плесени в какой-то и мне не нравится что здесь вот рядом с домом прям деревья растут вообще там такая темнота в этих комнатах по любому где-то обычно в домах да когда дом и рядом какие-то ну это обычно дачные какие-то дома такие небольшие один-два этажа и там где деревья сразу же по ну стоят рядом с окнами там темнота такая в комнатах обычно деревья все закрывают солнце там ничего свет обратно идем обратно встречайте встречайте так джерри позвоним хочешь попить эфир и у нас где-то с другой стороны и у нас где-то с другой стороны подходит серия к серии заключительным минутам секундам опять в этой кухне мрачной зеленой плесень нет мы в кухне не закончим мы закончим на улице вот здесь вот подышим свежим воздухом вступайте подписывайтесь комментируйте ставьте мы здесь всегда увидимся ребзя